Подождите, что это такое? Без разрешения приходите... Кто пришел тут? Мир дома вашему! С миром! Павел пришел, подписчик ваш! А я не знаю, у нас все записывается, выставляется в интернет, вы не против? Да нет, не против, я уже в курсе, смотрю ваши ролики А где вы живете, о себе скажите немного Новосибирск, село Новоабышево Понятно Тагучинский район Вот смотрю у вас как правильно живете Все нравится Но я звоню по такому вопросу, с просьбой можно сказать У меня нужда такая Я сам фермер У меня много, ну, большое хозяйство А вот с людьми хорошими Ну, с работниками С работягами, мужиками Проблема, пьют все Пьют А мы вот, если есть К вам много же людей обращается За помощью По работе там Дом можем предоставить Отдельный Потом Зарплата Еда у нас бесплатная Вот, если есть такие у вас люди Которые нуждаются там В жилье С такой просьбой Обращаюсь к вам С бедой Вы сами то верующие? Сам Честно скажу В Бога верую Но в церковь Перестал ходить По некоторым причинам Причины Такие Так что Как Вот Видел Насильничает Батюшка один Детей Видел По новостям Показывали В церковь Которую я ходил Батюшка Играет В автоматы Пьет потом Пиво Вечером Я его встречал Видел Поэтому Вот по этим причинам Перестал ходить в церковь А так верующий Так верю в Бога Уверовал Непонятно Батюшка что-то делал А как это на церковь Почему отразилось у вас? Разве в батюшке церковь? Ну так он же Он же в этой церкви находится Батюшка На дороге бывают Которые Смотреть за порядком Они берут взятки Милиция Нашли банду И руководят Оборотни милиционеры Так что нам теперь Полиция не нужна? Не Полиция то она Понятно что нужна И церковь она нужна Ну вот как я могу Ходить в эту церковь Если я понимаю Что этот батюшка Сам грешит вечером? Да вам зачем батюшку Смотреть то? Вот Господь сказал это Говорит У вас бревно в глазе А в чужом глазу Сыщок ищите Вынь сначала Лицемер бревно твое Вот это все сказано Уже было Так вы увидите Что угодно где Люди пьют Курят Ну надо с этим бороться Помогать Вставать А я батюшку Сравнял с церковью А в церкви глава Христос И без церкви спасения нет Деяния апостолов 2.47 Это так же как Я думаю верующий Надо думать о будущей жизни Вечности Такие люди вам Попадаются У нас тут никто не пьет В рот не берут Даже в помине этого нету У нас правила Слава Богу У нас церковь Барт мой священник У него овечек много Он сам держит Жена агроном бывшая У нас с тарелкой не ходят Ни за что деньги не берутся Десятина включена и все Слава Богу Смотрел ваши ролики все Все знаю уже Да все не смотрели Ну не все Все невозможно просмотреть Но основную часть уже просмотрел Смотрю Доволен Правильно живете Правильную жизнь ведете Вот а у нас беда такая Мужское население спивается Хороших мужиков мало А хозяйство большое Тысяча свиней Кони есть Выступали у вас В Барнауле На ипподроме Рекорд России Ставили А почему Вы перед собой Задачу не поставили Такое вот Разрушено Уничтожено в России Двадцать одна тысяча Селений Районных там других И десять тысяч Дышит на ладан Как говорят Это один Два человека остались Почему бы вам не Не получить статус Земли И Вера Чтобы у вас была Как у нас Мы начали это с чего Первым делом Зарегистрировались Отдел юстиции Построили храм Храм Школу государственную У вас было бы по-другому А вы так один Ну что ж ты сделаешь Один то Ну вот Борюсь один Игнат Тихонович Борюсь Были верующие И вы бы у нас то Все развели Это хозяйство то И работники есть И все А так Кто поедет Чтобы среди пьяниц там быть Одному А тут то наоборот У нас пьяницы Если даже проезжает мимо Они В селе не даже На территории деревни Курить не разрешается А уж про выпивку Говорить не надо У нас этого нету В субботу и воскресенье Идем в храм Наша церковь официально Зарегистрирована Православная Но мы зарегистрированы От русской православной Зарубежной церкви Белой мигрантской Хотя С патриархией у нас Полное согласие Их митрополит Там приезжают Служат со священниками У нас очень хорошее Отношение с патриархией Но мы им не подчиняемся То есть Они над нами власти не имеют Понятно Видите Это деревня Моей бабушки И как бы Хотелось Все развить здесь И стали развивать здесь И поэтому Понимаете А куда сейчас Переезжать С таким поголовьем С таким хозяйством Это тяжело Очень сильно Вот поэтому И боремся Вот каждый Месяц Приходят Новые Уходят А постоянных Мужиков охота Таких взять Что проботяги Были Всем обеспечиваем Даем жилье Дома даем 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 Зарплату Даем Пропитание Все бесплатно Не хотят работать Только получат Первую зарплату Пьют Сразу пьют У нас тут Соседнее село Подстепное называется И там наш Хороший знакомый Пермер У него 6700 гектаров земли 6700 И у него работники работают Но он Нам очень близкий человек Не нашего круга Он и в церковь то Может не ходит Ну и не пьет Не курит И у него работники Не это на что Пить это даже нет Он там раза в 2-3 Больше платит Кто свиней Что то держит Бесплатно комбикорм Ну и работают они И нам когда нужен Гренер Или что то он помогает А у нас проблема Даешь им так же Кто держит скотину И даешь И комбикорм Бесплатно И сено даешь Но не хотят работать Запиваются Поэтому проблема Я и думал Если видел в ваших роликах Просто приезжают к вам С разных городов Которых вы не принимаете все Вы отсылайте их ко мне Игнатий Тихонович У нас правило Силовек должен В первом разговоре Доказать Что он не лжет Не пьет Не курит Не матерится Вот это вот 5к сейчас Тогда мы начинаем с ним говорить Один приехал Все у него И богатый такой Мужик И не курит Не пьет Но я как матерюсь А у нас это абсолютно нету И вот нету Наша скотина 28 лет Ни одного матерка не слышала Игнатий Тихонович У нас по-другому это все У нас по-другому это все Вот в это воскресенье Ну неделю назад У нас там свое было бракососочетание Батюшка повенчал Он сын фермера Он окончил университет в Барнауле И вот теперь он остается с отцом Ну у него немного земли Там 430 гектар только Второй зерносклад построили Где-то 720 квадратных метров Второй зерносклад Он садил гороху много Пшеница, яшмень И там что у него еще было Лен, гречка Понятно Вот тоже ему нужны были работники А работники наши там Племянники мои Приехали молодежь там строить А он такой сделал там С ферми соединяются Без столбов Угу Человек они быстро это сделали-то Ну как быстро-то Леты-то провозились Ну Склад отличный получился Современный Угу Угу Ну вот А у нас видите беда Беда с мужским населением Запиваются все У нас был один такой тоже Начал пить А у нас правило Мы вызвали, побеседовали Никак Значит Собрание общее И сразу предложили выезжать А он бы не выехал Пока такого не было Предложили ему и И все Он Продал дом и выехал В Новосибирскую область и выехал Ну вот они Походу к нам такие и выезжают Вот видите А вот мы Возьмем на работу Поработает месяц-два Получит Деньжат Маленько скопит И все И начинает гулять Фестивалить Это еще вам Ловко сходит Что они вас там не пришибли А вот возьмите Я приехал Я приехал Как-то здесь Тольменко И гляжу так много народа А тут река протекает За рекой А там рассказали такое Фермера убили Все распродают Другие у нас тут Хорошее хозяйство завели Комбайны были Все Все потравили Ну люди враждебные Он все-все уехал в Америку Я их всех хорошо знаю Даже звонили Но нас Бог милует Первый год было так враждебно Но мы вернулись В свою родную деревню Это много значит В окрестных деревнях Наши знакомые Родственники жили А первый год Прямо с угрозами Никакого статуса Тут баптисты Навязались Разное-то А мы православные Не баптисты Пришлось быть в Белом доме В Москве Там знакомый у нас был священник До этого Ни один не проголосовал Что не давать земли Там все Они даже решения А тут сразу все проголосовали Указания сверху стукнули Ну слава Богу Вокруг 6 прудов Восстановили Дорогу сами За свой счет строим Дорогу Мы Видел, видел Игнат Тихонович Видел Когда вам сначала Ваши ролики смотрел Там миллион насчитали Чтобы Почистить Да Пруд один Да-да-да Все это смотрел Все смотрел На эти ролики Конечно Мы на это не пойдем Дорогу видел Денег таких нету Гридера Как у вас ходили Там видел Работали Все видел Уже в роликах У нас рано встаем Вот мы Лично встаем 4-40 Да, 4-40 Знаю Знаю На молитве Видите как у нас Если я пенсионер 7 раз в день Молиться и по 100 поклонов Почти 1000 поклонов А там У нас принято так Мы православные Нам нельзя просто лежать Или За чужой счет Да, правильно Правильно Двигаться надо Движение это жизнь Да Нас отец приучил Так и мать У нас было 10 ребятишек В семье А отец без руки С фронта И мы ни разу не слышали Чтобы отец или мать ругали власти Там или как-то недовольство Работали Бедность была И ни одного больного ребенка нет Мне вот 81 год Я еще ни одной таблетки не съел Дай Бог здоровья Да, Бог дает здоровья Слава Богу Это самое главное Откуда-то где-то Тогда бы Тут можно было бы Здесь были Недалеко от нас Ну я не знаю сколько Километров 30 Крепощев там один какой-то Приехал Много у него Машин 28 Было только грузовиков Солидно такое Сразу двухэтажные дома Начали строить там Ну прямо все Организовали-то Но уже через год Все лопнуло Все рассыпалось И все уехали Началась измена Пакости творить в начале Пьянство Вот как вы говорите-то И все бросили Один из них Про нас услышал К нам приехал И здесь остановился Хорошо Вы видите Мне с таким хозяйством Далеко Перебираться К вам Поэтому Нынче далеко Может и не все Хозяйство надо Какую-то сейчас Продать на месте Вы же продаете Да Продаем Занимаемся этим Этим и живем Этим и кормимся Ну да Я не могу Поэтому Ну Ну Нет так нет Как говорят Зас просто не бьют Хе-хе-хе-хе Ну спросил Спросил Ну вдруг Мало ли Какая семья Вам не гоже будет А нам подойдет Может Дайте хотя бы Знать весточку Если мы работали с ним И он не подошел То он и вам не подойдет Потому что у нас Занятия с ним идут Беседы Если он уже Никак То с ним уже никто После нас уже никто Не будет браться Понятно Игнатий Тихонович Хочу вам показать Вот смотрите внимательно Чтоб вы понимали Это вот Кубки у меня Это вот На лошадях Я участвую У вас в Барнауле Выигрывал Это все Вот идут Кубки победы А как у вас Что там Вот видите Много-много Кубков Ну я вижу много А вы что на конях Попоны Попоны Вот видите Висят Ну да Целая комната Да Это вот я нахожусь Как раз сейчас На хозяйстве На своем Так а что на конях Вы за коней как Скачки устраивать Какие-то Или просто Запородистость У нас И мясные кони И тяжеловозы И Рысистые породы Которые Выступают На скачках На бегах У вас в Барнауле Говорю Участвовали Выигрывали Побеждали Всероссийский рекорд Устанавливали Вот Поэтому То есть Дело-то хорошее Ну С С народом тяжело С мужиками тяжело Как обычно А дело такое Губить не хочется Ему бы процветать И процветать Понятно Поэтому Мужик-то Лисопилкой-то Ночью сегодня Говорят Всех овечек у меня Отравили Овечек Сколько у него было Там десятков И утром пришел Все мертвые Вот и все Люди завистливые У нас лошадь была Первая когда была Сейчас лошадей-то нету Все техника Трактора там Комбайны Бульдозеры Кое-что есть уже А в начале-то Не было ничего Ну я Хороший такой Мерин был Изумруд звать Ну рядом Прямо около дома Тут Околочек И он там пасся И вдруг он прибегает Батюшка говорит Ты что храпит Ты что с тобой-то Разговаривает Жеребцом-то смотрит А у него вот такой штырь В спину воткнутый Он прибежал к ним Проткнули все Ну Завистники Завистники Вот какое дело Да А сейчас Бог милует Ну на улице Ничего не оставляет Как проезжают Все подберут И баллоны Газовые И Горючие воровали Сколько раз Воров из соседних сел И все Заглохло Нынче ничего нету Ну слава Богу Да Слава Богу Ладно Игнатик Тихонович Спасибо Хоть что бы и рад был пообщаться Можно сказать вживую Приятно было очень Ну всего хорошего Извините что побеспокоил Вас Павел звать? Да Павел меня звать А вы знаете Павел как переводится? Нет Игнатий Тихонович Не знаю Малый Малый Маленький Малый Ну то есть Небольшой Ну так то вроде большой По виду то Ну в душе Может небольшой Переводится именно так Все понял Игнатик Тихонович Храбрый Александр Защитник людей То есть Если Илья Илья Бог моя крепость А Михаил Никто как Бог Это еврейские имена У них свой перевод А у нас они ничего не значат Андрей Андрей Все понял Игнатик Тихонович Ладно Всего вам хорошего До свидания До свидания